Итак, теперь у нас есть необходимый инструментарий для того, чтобы обеспечить прекращение процесса генерации новых значений в процессе развертки, то есть построения из инициализирующего значения и некоторые функции списка. Давайте посмотрим, как это делается. Перед вами пример функции Unfolder. Функция с точно таким же типом и реализованная практически так же, имеется в стандартной библиотеке в модуле DataList. Функция Unfolder отличается от нашей функции Unfold, которую мы писали на позапрошлом степе, добавлением здесь типа данных Maybe. У нас наша разворачивающая функция содержит дополнительный маркер, который позволяет нам остановить процесс развертки. А именно, если у нас возвращается пара значений A и B, упакованная в контейнер Just, тогда значение типа A записывается в список, а значение типа B становится инициализатором следующей итерации развертки. Если же у нас наша функция возвращает Nothing, в этом случае процесс развертки прекращается, и мы получаем конечный список. Давайте посмотрим, как сделана реализация функции Unfolder. Фактически это расширение той реализации, которая у нас была до этого. Единственное отличие, которое здесь возникает, это обработка ситуации, обработка типа Maybe с помощью споставления с образцом. Посмотрите, у нас имеется вспомогательная функция Helper, которая сразу же вызывается, когда мы запускаем нашу развертку. Вспомогательная функция Helper делает следующее. Она принимает в качестве аргумента нашу функцию, которая, собственно, осуществляет развертку, примененную к инициализирующему значению. В результате применения функции к инициализирующему значению у нас появляется контейнер Maybe, который содержит внутри себя пару значений. У нас в случае контейнера Maybe могут быть два конструктора. Конструктор Just и конструктор Nothing. Поэтому функция Helper реализована через два уравнения. Второе уравнение совсем простое. Если у нас пришел конструктор Nothing, в этом случае мы говорим, что процедура должна завершиться, возвращаем пустой список и на этом все. Если же у нас приходит конструктор Just, то мы делаем глубокое сопоставление с образцом. То есть у нас приходит пара, мы здесь пишем образец пары, связываем с переменной x элемент возвращаемой пары. То есть то, что мы потом хотим сейчас записать в наш список. А с ini' новое инициализирующее значение. Напомню, что результат приходит нам из вот этого применения функции f к инициализирующему значению. x мы пишем в голову списка, а дальше мы запускаем нашу функцию Unfolder на новом инициализирующем значении с нашей новой функцией. Таким образом, пока у нас в нашем типе Maybe хранится Just, у нас происходит развертка. Как только мы достигаем значения Nothing, список завершается и у нас готовый список, в хвосте которого стоит пустой список. Давайте посмотрим, как это работает. Приведем некоторый пример. Ну давайте простой пример. Приведем, значит мы будем строить список чисел. Мы вызываем нашу функцию Unfolder. Ей нужно передать два аргумента. Некоторую функцию, которую мы сконструируем, и инициализирующее значение. Ну давайте инициализируемся нулем. И теперь напишем нашу функцию. Напишем нашу функцию в виде лямбды. Что у нас передается в нашу функцию? Нам передается некоторое инициализирующее значение x. Что мы хотим вернуть? Ну давайте сгенерируем некоторый список от нуля до десяти. Организуем здесь проверку с помощью конструкции if. if, переданное число x, инициализирующее значение, равняется десяти. Остановим наш процесс. Что значит остановить процесс в нашем случае? Значит вернуть nothing. В противном случае мы должны совершить какое-то действие. Мы должны вернуть контейнер just, во-первых. Во-вторых, в нашем контейнере just должна лежать пара. Пара из чего? Из того элемента, который сейчас запишется в список. Ну давайте напишем x, будем писать число, которое пришло нам в список. И новое инициализирующее значение. Ну давайте мы напишем здесь, скажем, x плюс 2. Таким образом у нас только четные числа появятся. На 2 мы будем увеличивать наше значение. Ну вот перед нами некоторое выражение, которое использует функцию unfold. Запускаем и получаем список четных чисел, который прерывается на значении 10. На значении 10 у нас уже возвращается nothing. Таким образом наша функция строит список с помощью unfold. Вообще конструкции свертки и развертки в Haskell играют очень важную роль. Если вы посмотрите на стандартную библиотеку, связанную со списками, вы увидите, что многие функции выражены через fold, а многие другие функции, которые... Через fold, естественно, выражены функции, которые принимают список, возвращают значение. А функции, которые наоборот, на основе значения строят списки, они выражены через некоторую вспомогательную внутреннюю функцию, которая зовется build, и которая работает приблизительно так же, как наш unfold. Эта пара fold и build порождает нам некоторый... некоторый способ организовать очень эффективную оптимизацию. Дело в том, что пара fold и build может сокращать друг друга. Представьте, что мы построили некоторый список, он у нас появился. Потом мы его многократно обрабатываем разными функциями, а потом делаем fold, то есть получаем в конце значение. Оптимизатор Haskell умеет выкидывать все промежуточные списки. То есть он делает следующее. Он заменяет эффективно на низком уровне вызовы конструирования и деконструирования списков на прямые вызовы функции, прямые обработки, которые гораздо более эффективны. Как это все внутри устроено, довольно сложно сделать. Но идея того, что все развертки должны быть хорошими продюсерами, а свертки хорошими консюмерами, эта идея очень хороша. И если вы свою функцию выражаете через fold, то она автоматически встраивается в эту схему оптимизации и в итоге вы получаете эффективную, быструю программу.